МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помощники, талисманы и даже хранители. Один из таких, кстати, живет на территории Архитектурно-этнографического музея Семенкова. Вот с ним-то мы и познакомимся. Наш музейный кот Семен не дает нам спокойно жить. И постоянно втягивает нас в какие-то авантюры. Например, в прошлом году мы благодаря коту Семену поехали по Вологодской области, дорогами грифонов в Ирайские кущи побывали. В Тойтеме, в Бабушкино, побывали в Харовске, съездили в Вологду. И везде, где не бывал кот Семен, он устанавливал такие верстовые столбы. Вот. Ставил такой столб, маркировал территорию. Столб оформлен с помощью росписей региональных. И с помощью вот этого, скажем, своего путешествия кот Семен очень много узнал о тех росписях, которые были на территории Вологодской области. Здесь у нас как бы основное место жительства, когда Семена. У него здесь есть своя лежанка. Сейчас мы зайдем, попробуем его найти, вызвать. Хотя он очень человек, очень человек. Он животное очень своенравное, свободолюбивое. И далеко не факт, что мы его застанем на месте. Ну, попробуем. Кот Семен! Мы идем. Кис-кис-кис-кис-кис-кис. В мастерская красильщика мы сейчас зайдем сюда. Вот именно отсюда начинал свое путешествие кот Семен. Вот в прошлом году, дорогами грифонов в Ирайские кущи. И именно здесь он хранит доказательства своего путешествия и определенные вещи, которые он туда привез. Заходим. Он провел путешествие по Вологодской области. И вот вся Вологодская область, она была разделена не по тем районам, а как сейчас мы привыкли, там, Бабушкин, Старминский, Тотемский и так далее районы. Она была разбита и маркирована с помощью определенных видов росписей. И мы как бы видим, что, например, в Глизаветском районе вот была характерна такая роспись. Зеленая, с лошадками. И вот это у нас игра, где может, когда дети приходят к нам сюда в музей, они могут взять вот некий такой кубик, покрутить его, ну, сколько это попадает у них, и перемещаясь по маршруту, они тем самым узнают про Вологодскую область, какие-то, ну, вот новые вещи. Приходят, например, в Нюксеницу, приходят в Нюксеницу, где вот такой вот серый квадратик ничем, они узнают, что там в Нюксенице существовала вот такая роспись, где изображались львы, и они понимают, что, значит, и мир вокруг крестьян был не такой обычный, как бы вот, ну, как природа, а он был еще разукрашен с фантазиями и красками, современников. Я вам обещал показать лежанку у кота Семена. Вот, кот Семен любит спаги на печи, где потеплее, особенно в зимнее время. И вот он себе оборудовал на печи лежаночку. Видите, он тут хранит свои фотографии, как он путешествовал как раз, путешествовал по нашему региону, и даже специально для него было изготовлено, видите, одеяло, которое состоит, как лоскутное одеяло, но выполнено из лоскутуков, на которых нанесены росписи. У нас кот Семен, помимо того, что уладит мышей, он еще помогает посетителям ориентироваться на территорию в музее. Вы можете найти 16 вот таких панелей, на которых нанесена информация про определенные элементы архитектуры, а щелкнув по QR-коду, мы можем перейти на сайт, где есть более подробная информация. Знакомьтесь, это наш кот Семен. Видите, какой любознательный, даже на руках там сидеть не может. Но, Сема, поздоровайся. Дай лапку. Сема, дай лапу. Привет. Кот Семен у нас обычный деревенский кот, даже у него по мордочке видать, что он такой парень из свой в деревне. Он любит молоко, любит колбаску. Вообще, как бы, кот Семен, его образ появился в музее в 2014 году, когда рыжий котенок пришел к нашему офису, и мы поняли, что значит этому коту уже быть в музее Семенкова. И кот Семен, соответственно, сейчас живет у нас в музее, ловит мышей. Вообще, в принципе, все музеи современные, они пытаются, как бы, искать пути к современному посетителю с разных сторон. То есть, кому-то интересно животное, кому-то интересна архитектура, кому-то интересен фольклор. И вот, как бы, возможность появления этого кота у нас в музее, сделала наш музей открытым, например, для детей, которые еще плохо знают, плохо знают, что такое архитектура, что такое фольклор, но им уже нравятся эти животные, такие милые, мягкие, пушистые. И я думаю, вот если так опрашивать, да каждый второй человек в той или иной степени любит кошек. Этот кот, несмотря на то, что это довольно маленький котенок, когда только оказался здесь в музее, он сразу дал жару всем большим котам. И все сразу поняли, что я здесь хозяин, я здесь хозяин, меня нужно уважать и слушаться. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ